В эфире программа «Город. Новости по-выборгски». С вами Людмила Перминова. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Фильм, фильм, фильм. Кинофестиваль «Окно в Европу» на неделю захватил Выборг. Многогранность таланта Людмилы Гурченко. В библиотеке «Алта» открылась выставка личных вещей актрисы, многие из которых она сделала своими руками. Сказка в подарок. Фильм открытия фестиваля «Окно в Европу» стал для зрителя сюрпризом. Иногда они возвращаются. 6 августа Выборг живет в атмосфере праздника. В субботу состоялось открытие 24-го фестиваля российского кино «Окно в Европу». И вот уже третий день выборжцы и гости города наслаждаются кинопоказами и встречами с создателями фильмов. Репортаж с церемонией открытия и эксклюзивное интервью со звездами. Смотрите прямо сейчас. Если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно. Если они приезжают в Выборг, значит наступил август, месяц проведения кинофестиваля «Окно в Европу». Местом сбора участников и гостей 24-го кинофорума по традиции стала набережная у гостиницы «Дружба». Их встречали петербургские артисты из ансамбля «Олимпик Брас», шоу-группы барабанщиц «Феерия», анимационной шоу-группы театра «Вассана». Тем временем звездные гости, которые приехали на фестиваль, не в первый раз рассказывали о том, с чем он у них ассоциируется. Да, ждем. А вообще отношение очень позитивное. И тут мне нравится ретроспективная программа всегда и документальная очень интересная. Ну и атмосфера в отличие от, так скажем, московского, который такой торжественный, бабочки. И другая крайность, кинотавр. Здесь как-то все по делу, так скажем. У меня какое-то очень хорошее от него впечатление осталось от тех лет, когда я приезжал. Даже в жюри один раз сидел. Вот. И, ну, от атмосферы, от этой какой-то, с одной стороны, тишины такой полуфинской, с другой стороны, с какое-то приятное общение. Ну, я не знаю, в чем секрет. Секрет, видимо, в том, что вы прекрасны. Ну, я жду самых положительных эмоций от картины. И, соответственно, у меня и настроение такое, ожидание чуда. В фестивале-то всегда положительные эмоции, встреча со своими коллегами, и невозможность посмотреть кино, потому что так в жизни этого нет. Когда ты приезжаешь на фестиваль, пытаешься включиться и посмотреть, что же происходит вокруг. Потому что, когда ты в жизни, в своей бытовой актерской, ты снимаешься, работаешь, играешь в театре, нет возможности посмотреть и оценить другие как-то. И, собственно, за этим приезжаешь. Пока актеры раздавали автографы и фотографировались с поклонниками, мы поинтересовались, как они относятся к конкурсу «Выборский счет». Он является изюмингом фестиваля, позволяя зрителям выбрать лучшую, на их взгляд, работу. Людей не обмануть. И, как показывает практика, опять же, нашего советского кино, фильмы, которые мы пересматривали, мы уже посмотрели миллионы раз. Это фильмы, которые понравились людям, а не те, которые были отобраны все время начальниками. Поэтому человеческий фактор, это, безусловно, нет. Заслуженный артист РСФСР – 81-летний Юрий Дедович. Впервые на фестивале «Окно в Европу». Специально приехал в Выборг, чтобы повидаться с президентом кинофорума Арменом Медведевым. Они вместе учились во ВГИКе и не встречались уже много лет. Замечательный человек, он давным-давно у руководства, кинематографом нашим занимал разные ведущие должности. Это уже говорит о том, что он фигура известная и значимая в кино. В назначенное время, ровно в 19.15, таланты и их поклонники выстроились в импровизированную колонну, растянувшуюся на десятки метров. Участники праздничного шествия проследовали по улицам города, кинотеатру Выборг-Палас. Даже на ходу звезды кинематографа продолжали раздавать автографы, общаться с выборжцами и гостями города. Народный артист России, кинооператор Анатолий Мукасей и здесь не упустил возможность запечатлеть яркий момент. Его супруга, кинорежиссер, сценарист, актриса Светлана Дружинина была в центре всеобщего внимания. Настояние прекрасное, эмоции дивные, только положительные. Я люблю историю, а Выборг дышит историей. Я обожаю вот этот город. У киноцентра Выборг-Палас участников шествия встречали многочисленные зрители. Некоторые из них пришли на церемонию открытия фестиваля в 24-й раз. Это праздник для города. Событие такое значимое. Мы каждый видим своих любимых актеров. Они нам поднимают настроение. Как же, как же, приятно было видеть. И Дружинину, Спокосей, и Сулафьева, и Адабашьяна. Идем на встречу с ними. Официальный старт фестивалю дал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Я хочу пожелать всем участникам фестиваля хорошей борьбы. Пусть побеждает лучший сюжет, лучшее кино, лучший мультфильм. Вообще, все, что лучшее, что будет здесь представлено. А нам, зрителям, я предлагаю насладиться и получить в кинофестивале удовольствие. Кинофестиваль 24-й, окно в Европу. Кинофестиваль российского кино в городе Выборге объявляю открытым. По красной дорожке, ведущей Выборг-Палас, под бурной овацией зрителей, прошли все участники и почетные гости кинофорума. У входа в кинотеатр они оставляли автографы на память о 24-м фестивале «Окно в Европу». 1993 год многие называют самым тяжелым периодом в истории отечественного кинематографа. Именно в то время зародился фестиваль «Окно в Европу». И с тех пор кинофорум продолжает жить и набирает обороты. В этом году в конкурсной программе около 130 картин. И первая из них начинается прямо сейчас. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Валерий Пресижнюк, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город». Торжественные мероприятия продолжились в зрительном зале кинотеатра Выборг-Палас. Президент кинофестиваля Армен Медведев представил командой жюри, а актер Дмитрий Певцов порадовал публику блестящей исполненным концертным номером. Своим хорошим настроением гости фестиваля поделились с нашим корреспондентом Марией Шигуровой. АПЛОДИСМЕНТЫ Она – символ фестиваля этого года. Людмила Марковна – одна из моих самых любимых актрис. Она синтетическая актриса. Я не представляю, как можно сочетать в себе и драматическое нутро, и музыкальное, танцевальное. Я бы так никогда не смогла. Я была знакома с Людмилой Марковной недолго, к сожалению. И, конечно, очень хорошо, что память о ней есть, живет. Посвятить несколько музыкальных произведений Людмиле Марковне и работе в кино решил певец и актер Дмитрий Певцов. С тем, что знаю, помоги связать в одно жизнь моя кинематографа. Черно-белое кино. Оценивать работы кинематографистов будут четыре состава жюри. Внести шутливую ноту в это непростое дело взялся председатель конкурса игрового кино режиссер Сергей Урсуляк. Церемония открытия – это единственное время, когда в жюри относятся хорошо. Дальше выяснилось, как умудрились набрать настолько ничего не понимающих людей, где их только взяли. Но сегодня мы с вами, вы с нами, решили наши будут такими, какие будут фильмы этого места. А как это – быть единственной женщиной в мужском судейском коллективе? Это большая ответственность. У нас мужской состав, всяких уважаемых режиссеров. Только я девушка. Волнительно. По стране идет год российского кино. И в эту фестивальную неделю тем более приятно слышать, что в Выборге особый зритель. А сам город любим российскими и зарубежными кинематографистами. Здесь уникальный зритель. Зрители, которые любят кино по-настоящему. Как тактильные чтения книги, так и здесь зрители в зале. Зрители смотрят кино, наслаждаясь полным объемом, на котором мы стремимся в нашем кинопроцессе. Мария Шигурова, Валерий Пресижнюк, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Мы продолжаем рассказ о том, как прошел первый день 24-го фестиваля «Окно в Европу». Организаторы сделали в этом году необычный выбор, предложив зрителям в качестве фильма-открытия семейную сказку молодого режиссера Анны Чернаковой «Жили-были мы». С премьерного показа репортаж нашего корреспондента. Струя свежего воздуха в 24-й раз распахнула в Выборге «Окно в Европу». В этом году первым крупным планом для любителей российского кино стал фильм «Анны Чернаковой. Жили-были мы». Дети от 6 до 16, а также их родители, именно так обозначили свою аудиторию представителей фильма «Жили-были мы». Со сцены режиссер Анна Чернакова предложила зрителям сделать следующее. Я очень надеюсь, что вы откроете у себя внутри окошечко, где у вас там сидит вот ребенок, который у вас у каждого, я уверена, остался. И именно этот ребенок сейчас будет смотреть наше кино. Герой фильма «Мама, папа и шестилетняя дочка Маруся» – обыкновенная семья со своими, такими знакомыми, каждому человеку проблемами. После утренней ссоры и отъезда мамы в город, отец решает уехать с Маруськой далеко-далеко на Байкал. Чтобы остановить отца в поспешном решении, девочка использует свое воображение. Она придумывает сказку, как ее мама, будучи школьницей, отправляется в рискованное путешествие, чтобы спасти мальчика в будущем папу главной героини. Зрителям предстояло разобраться в непростом, но таком ярком фантазийном мире девочки Маруси, перекликающемся с сегодняшним реальным временем. Поэтому мы считаем, что это кино для семейного просмотра. Взрослым о детях, а детям о взрослых. И к тому же это сказка. Почему и согласились актеры, которых в общем такой коллектив набрать не так уж просто, учитывая, что у нас не блокбастер, и средствами мы их заманить не могли. Соглашились все только узнав, что это сказка. Сказка ложь давний намек, и в этот раз он заключается в сохранении семейных отношений. Создатели фильма считают, что это та ценность, которую нужно проносить через года, века, эпохи. Вообще это история про вину, которую нужно скупать вовремя, пока люди, перед которыми ты виноват, еще живы, и пока у тебя есть возможность что-то сделать. И история про любовь, про то, что есть папа и мама и девочка. Она их любит больше всего на свете, абсолютно уверена, что они тоже больше всего на свете любят друг друга и ее. Любовь творит чудеса, а кинематограф помогает доносить эту истину. По словам актеров, и на съемочной площадке «Жили-были мы» царили теплые отношения. Обычно 98% группы спят, либо ждут, когда закончится смена. А здесь было действительно настоящее творчество через чудовищные качества трудностей, отсутствие денег, но в какой-то любви, радости и в поиске. Этот фильм оставил разное послевкусие. От резка негативных оценок до попыток разобраться, что же все-таки происходило на экране. И в этом зрителям помогала игра актеров. Все актеры были очень колоритные, все интересные. Особенно порадовал Дмитрий Певцов. Это было что-то невероятное, скажем так. Потому что изначально я встретил учиться как певца. Я его, признаюсь, в жизни не видел, но это было что-то вау. Еще актер к тому же, певец. Да, это было очень хорошо. Мария Шигурова, Валерий Пресижнек, медиагруппа «Наш город». Кинодива в Уборге. В первый день фестиваля «Окно в Европу» в библиотеке «Алта» состоялось торжественное открытие выставки музея-мастерской Людмилы Гурченко. В экспозиции представлены наряды, кинокостюмы и аксессуары, созданные как специально для Людмилы Марковны, так и ее собственными руками. Многие экспонаты, по словам вдовца актрисы Сергея Сенина, демонстрируются впервые. Символом 24-го фестиваля российского кино стал образ народной артистки Людмилы Гурченко. Участники кинофорума верят, что она незримо присутствует на нем вместе с ними. А героини, которых сыграла великая актриса, словно оживают на выставке «Кинодива» в библиотеке «Алта». В экспозиции – одежда, обувь и аксессуары Людмилы Марковны. От костюмов Валентина Юдашкина и Роберто Кавалли, доработанных самой Гурченко, до предметов гардероба, созданных ее руками и воображением. Большинство из них сопровождали всенародную любимицу в кинематографической жизни. К примеру, в этом зеленом костюме она снималась в фильме «Песни войны Евгения Гинзбурга». А с этой сумочкой Гурченко можно увидеть в картине «Любимая женщина» механика Гаврилова. Особое внимание на себя обращает костюм, изрядно тронутый временем. В нем Людмила Марковна приехала в Москву из Харькова поступать во ВГИК. Его актриса шила сама. К рукотворчеству ее подтолкнуло безденежье. Однако, начав мастерить вещи в трудные годы, Гурченко не оставила это занятие, даже став народной артисткой. По Люсиному выражению, дефицит рождает фантазию. Но, конечно, дефицит рождает фантазию, но для этого еще Богом должно быть дано. Вот эта фантазия, чтобы она проявлялась, разбивалась, чтобы ручки умели это все делать. Вот тут ей Бог наградил сполна. Она все делала руками, шила руками, никаких швейных, это она не умела швейную машинку, не умела вязать. Брались ножницы, никаких кроек, никаких выкроек. Ножницы, ткань, раз, 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 схватила, подхватила, все, все, в голове все рисовалось. Рисовалась роль, рисовался танец, писалась музыка в голове. Все в голове, в том числе, сочинялся, придумывался костюм, комбинировался из несочетаемых тканей, фактур, все, что угодно, все, чтобы быть впереди. Именно Сергей Сенин привез в Выборг часть коллекции, представленной в Московском музее-мастерской Людмилы Гурченко. Это стало возможным благодаря поддержке организатора фестиваля «Окно в Европу» администрации Выборгского района правительства Ленобласти. Губернатор региона Александр Дрозденко, посетивший экспозицию, выразил уверенность в том, что выставка откроет для посетителей новые грани таланта Людмилы Марковны и рассказал о своих любимых фильмах с ее участием. Первый фильм, где она была абсолютно молодой, впервые появилась на экране, по-моему, ей было 20 лет, это, конечно же, «Карнавальная ночь». И не случайно один из новогодних праздников в Ленинградской области мы проводили, стилизовывали под «Карнавальную ночь». А второй, как ни странно, но это тоже мне понятно, вот, все-таки уже, ну, в возрасте, хотя для женщины нет возраста, но все-таки в возрасте, в фильме «Старые клячи» так же играть, как сыграла она, но это женщина, которая действительно достойна восхищения. Мне показалось, что когда вот было открытие выставки, прям дух Людмилы Марковны витал, это поистине народная, народная, в смысле любви народа, актриса. Людмила Горченко неоднократно приезжала на кинофестиваль «Окно в Европу». В последний раз она принимала в нем участие в 2010 году, дебютировав в качестве режиссера с фильмом «Пестрые сумерки». В 2011-м Людмилы Марковны не стало, но память о ней продолжает жить. Вот и президент кинофорума Армен Медведев назвал всенародную любимицу ангелом-хранителем фестиваля. «Конечно, я был рад и горд, и я думаю, что и Люся, если она слышит и видит, она рада, потому что признание коллег дорогого стоит даже после твоего ухода из земной жизни, я думаю». Выставка «Кинодива» будет работать в библиотеке «Алта» до 31 августа. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». В наших телевизионных архивах сохранились уникальные кадры, снятые во время приезда Людмилы Гурченко в наш город. Мы предлагаем еще раз окунуться в прошлое и вновь увидеть женщину-легенду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, Боже, как красиво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К юбилейному 25-му фестивалю «Окно в Европу» Выборг преобразится. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил на открытии выставки «Кинодива», посвященной памяти Людмилы Гурченко. Это станет возможным благодаря начавшемуся финансированию процесса реставрации выборгских памятников. Как вы уже знаете, знаковые выборгские памятники получили первые деньги и на проектирование, и на реставрацию. Реставрируется парк Монирепо, и там действительно выделены огромные деньги. Для меня даже по меркам Ленинградской области 700 миллионов – это огромные деньги для реставрации отдельного объекта, какой бы он ни был большой по площади. Но самое главное, что следующий год – это когда уже пойдут серьезные инвестиции. Это уже не сотни миллионов, а миллиарды. И я надеюсь, что мы также выполним и свои обязательства. Мы брали на себя обязательства финансирования 1 к 3, то есть на 3 рубля, вложенных бюджетом Российской Федерации, 1 рубль бюджета Ленинградской области. Поэтому на следующий год мы предполагаем до 300 миллионов рублей вложить в реставрацию старой части Выборга именно по тем зданиям, по тем памятникам, которые являются региональными. Печальная новость. Сегодня утром не стало нашего коллеги, ветерана выборгской журналистики Юрия Федоровича Березовского. Член Союза журналистов СССР Юрий Березовский более полувека отдал любимой профессии. Он был известен горожанам по работе в газете «Выборгский коммунист», стоял у истоков создания выборгских ведомостей. По детским воспоминаниям Юрий Федорович, житель блокадного Ленинграда, написал книгу «Время белых черемух». Мастерство фотохудожника было высоко оценено в региональных и центральных изданиях. Он подготовил достойную смену. Дочь и внучка пошли по его стопам. Мы приносим свои соболезнования близким, друзьям и коллегам Юрия Березовского. Ленинградская область увеличивает поддержку стартапов в агробизнесе. На гранты начинающим фермерам в текущем году регион выделяет почти 80 млн. рублей. Для их получения крестьянские и фермерские хозяйства должны подать в Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу заявки с 10 августа по 9 сентября. Один из критериев для выделения гранта – создание новых рабочих мест на селе в ходе реализации проекта. Дополнительное преимущество дает и развитие производств на отдаленных территориях. Официальный курс валют на 9 августа, установленный Центральным банком РФ, составляет евро 72 рубля 15 копеек, доллар 65 рублей 8 копеек. В день открытия летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на Выборгской земле состоялось очередное яркое спортивное событие – ралли Выборг-2016. В рамках гонки проводились следующие соревнования – 13-й этап Кубка России, 6-й этап чемпионата Северо-Западного федерального округа, 2-й этап Кубка губернатора Ленинградской области и 3-й этап гонки Volkswagen Polo Cup. Преодолеть самую сложную в России гравийно-грунтовую трассу общей протяженностью 195 км отважились более 100 экипажей из 14 регионов страны. Награды победителям вручали двукратный чемпион Советского Союза по ралли Эдвард Сингуринди и первый российский пилот Формулы-1 Выборгская ракета Виталий Петров. Несколько раз на подиум поднимались и наши земляки. Репортаж о ралли Выборг-2016 смотрите в ближайших выпусках программы. Кино и спорт неразделимы. Это в очередной десятый раз доказали участники грандиозного спортивного праздника «Фаворит» и кинофестиваль. Отмечать День физкультурника в таком единственном в России формате стало в нашем городе доброй традицией. Команды наших земляков, ведущих активный образ жизни, собираются в этот день на стадионе «Авангард», чтобы помериться силами в различных видах спорта. А звезды кинофестиваля «Окно в Европу», руководители местной власти и знаменитые спортсмены приходят на торжественное открытие мероприятия, чтобы приветствовать тех, кто никогда не применяет кроссовки и свежий воздух на мягкий диван и теплый плед. В этом году заявки на участие подали 11 команд из Выборгского района. Открывая праздник, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова с удовольствием отметила, что Выборг действительно давно уже стал настоящей спортивной столицей Ленинградской области. Вот такие массовые мероприятия, соревнования спортивные – это основа спорта. Без них не будет никогда ни настроения, ни желания у детей дальше себя изгнулять долгими тренировками, потому что когда нет праздника в спорте, наверное, не будет ни желания вообще тренироваться. Тренироваться для чего? Чтобы тебя увидели зрители, восхищались твоими успехами, и ты сам мог себя преодолеть и достигнуть мастерства. Заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту Ленинградской области Алла Беляева подчеркнула в своем выступлении, что в составе олимпийской сборной в Рио-де-Жанейро сегодня 9 представителей 47-го региона. Это семь девушек в водное поло, 15-кратные чемпионы Российской Федерации. Это Светлана Клесниченко, город Гатчина, пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию. И сегодня поступила информация, что к этим восьми спортсменам добавилась еще и наша велосипедистка. Пожелаем всем нашим спортсменам отдать частичку своей малой родины в нашей Ленинградской области. А сегодня те спортсмены, которые примут участие в соревнованиях среди производственных коллективов, покажут им, на что они готовы, как они солидарны с нашими ребятами. Выборжцев также поздравили с праздником Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей. Прославленная кинематографическая пара, которая со спортом знакома не понаслышке. Она занималась волейболом, я занимался волейболом, наш сын Миша занимался волейболом. И у нас сейчас появилась потрясающая невеста, вы ее все знаете, Катюша Камова, чемпионка мира по волейболу. И вообще, кто занимается спортом, гораздо ярче воспринимает жизнь, потому что, вы все знаете, праздительная, унивительная радость победы, вот такой широкий эмоциональный, мощный удар, понимаете, по всему организму. И вместе с тем, конечно, будет и поражение, но тем, как чертает победы. Победы вам всегда во всем. А президент общественной организации спортивный клуб «Фаворит» Александр Петров отметил, что в Выборгском районе самое большое количество спортивных сооружений, что способствует развитию именно массовых занятий физической культурой. Он также поблагодарил гостей кинофестиваля за поддержку выборгских спортсменов. Этот праздник мы уже проводим 10 лет. Команда называется «Фаворитка-тофестиваль». Поблагодарим наших актеров и всех тех, вспомним, которые были на этом стадионе. Их столько было. Были, заболели за фаворит еще в 1998 году Тихонов, были с Ростовски и приходили сюда. Это вообще, как Олег Александрович Петров сказал, что это действительно уникально, это только у нас-то происходит. Поздравляю вас с праздником и желаю вам всего самого хорошего. Слова поздравления и поддержки сказал участникам соревнований первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров. А потом все вместе провели зажигательную зарядку с чемпионом. Добавим, в рамках фестиваля было организовано несколько мероприятий. Спартакиада команд трудовых коллективов, прием нормативов ГТО, мастер-класс и турнир по скандинавской ходьбе, марафон долголетия, соревнования по футболу, теннису, волейболу и тайскому боксу. Напомним, популяризация занятий физической культурой и спортом является одним из приоритетных направлений работы областного правительства. Сложные погодные условия субботнего утра не помешали и еще одному яркому старту. В акватории Финского залива прошел морской фестиваль крейсерских яхт Баруса Выборга-2016. Покорять водную стихию в наш город прибыли 32 экипажа из городов Балтийского побережья. Выборгская регата стала заключительным этапом масштабных гонок под названием «Кубок пяти портов». Попутного ветра участникам регаты пожелала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Подробнее об этом событии мы расскажем в очередном выпуске программы «Город новости» по Выборгске. На сегодня это все новости. Увидеть выпуск программы еще раз можно на телеканале «Матч ТВ» в 21.30 и завтра в 8.05, а также на ТНТ в 8 и 14 часов. Заходите на сайт выборг.тв, вступайте в группу «Выборг ТВ» в социальных сетях. А я благодарю вас за внимание. Всего доброго! Субтитры предоставил DimaTorzok Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду. В Петербурге без осадков днем до плюс 21, ночью плюс 15-17. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. В Лопейнранде переменная облачность, слабый дождь. Днем около плюс 18, ночью плюс 15-16. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. В Хельсинки днем не выше плюс 18, ночью плюс 15-16. Ветер юго-западный 9-10 метров в секунду. Субтитры подогнал «Симон»